Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня я хочу поговорить о заменах люксовой косметики в масс-маркете. Не все средства сегодня будут люксовыми, некоторые из них просто будут в 2-3 раза дороже своей замены. Давайте приступим! Давайте, наверное, начнем с корректоров фисташкового цвета, которым мы перекрываем красноту на лице. Everyday Minerals, вот такой вот корректор. Цвет называется Mint с маслом ЖЖБА. Выглядит коробочка вот таким образом. Там 3 маленьких отверстия и пудрочка. Кстати, я бы на их месте все-таки поставила ограничитель, потому что хоть отверстия и маленькие высыпаются. Выглядит он на коже вот таким вот образом. Несколько раз я вам его показывала в своих видео. В общем-то, видели его на лице, в действии. Как он убирает красноту вокруг носа и на подбородке. Очень хороший. Пользоваться им довольно просто. Таким, на кисточку набираем чуть-чуть и все, собственно. Но он, конечно же, не дешевый. Everyday Minerals от 600 рублей и выше. Абсолютно такой же результат дает корректор от Essence. Он уже в кремовом варианте. И это немецкая бюджетная косметика. Это производитель США Everyday Minerals. Смотрите, как он выглядит. Видите, абсолютно тот же самый цвет. И если его вот так вот разнести, такая же прекрасная маскировка недостатков. Есть еще третье средство, совсем бюджетное. Заказанное средство было на сайте AliExpress. Называется оно Pop Fill. Он чуть более жирный. Более такой яркий. Но если его растереть, то есть он становится очень и очень, как вы видите, похожим. То есть вот, смотрите, он становится очень и очень похожим на все эти предыдущие два средства. Да, у них небольшое отличие в цветовой палитре. Но он, как я уже вам сказала, как вы видите, такой более жирный. То есть для сухой кожи больше подходит. Не уверена, что он будет идеально стойким, таким же, как эти два средства. Но, как вы видите, перекрывает он прекрасно. И вот совершенно... Сейчас уже прям синяк такой, да, зеленый образовался. То есть довольно плотное средство. Горячо любимое мною средство Dolce & Gabbana. Это Sunshine 30, да, у меня в рефиле. Загарного цвета пудра. Бронзер. Цвет он дает чуть-чуть рыжеватый немножечко, но не сильно. У него красивый такой загарный оттенок. Мне в нем нравится. Он очень хорошо растушевывается. Легко, мягкая. Она, правда, не сильно спрессованная, как-то вот эта вот конкретно пудрочка. Кто любит люкс. Но по какой-то причине не может сейчас его себе позволить. Или вы хотите просто попробовать что-то новое, открываете сейчас для себя новые бренды. Я бы рекомендовала вам обратить внимание. Вот Everline является практически идентичным. Похожее средство. Вот так оно выглядит. Думаю, что даже невооруженным глазом видно, что оттеночки действительно очень похожие. Everline имеет более кремовую такую текстуру, да. Поэтому он еще более бережно переносится на кожу. Но, как вы видите, если вот побольше его нанести, это все растушевать, то, в принципе, различий я вообще не вижу. То есть и никто абсолютно не скажет, что это не люксовый бронзер. Два очень и очень похожих друг на друга средства. С огромной разницей в цене. Раз в 10, наверное. База под тени. Etude House. 600 с лишним, насколько я помню, рублей. Приобрести ее можно на Eye Herb. Действительно отличная. Держится целый день. Очень устойчивая. Такая полупрозрачная. Proof 10 Eye Primer. Для поклонников корейских средств это, конечно, незаменимое средство. Но если вы хотите попробовать что-то новое, либо каким-то образом немного ограниченное в бюджете, очень советовала вам попробовать абсолютно идентичную базу от Essence. Это Eye Shadow Primer 2 в 1. То есть возможно использовать как светлые тени подложку. И возможно использовать как базу, которую вы будете потом полностью перекрывать какими-то другими тенями. Вот так. Очень прозрачно. Практически незаметно. Надеюсь, вам видно все-таки что-то. От Essence чисто визуально она более бежевая. Вот как вы видите. Но если ее точно так же растереть, она даже чуть больше перекрывает синячки и недостатки. И также она не является прям совсем такой уж светлой. То есть фактически ничем они не отличаются, друзья. Я только цену Essence дешевле примерно в 3 раза. Знаменитые тени On On Bronze Color Tattoo от Maybelline. Это номер теней 35. Вы удивитесь, но даже вот такие более-менее бюджетные тени могут иметь очень неплохие, еще более бюджетные аналоги. Тени очень красивые. Они имеют очень такой приятный, благородный бронзовый оттенок. Наносим просто мазком. Вот так они выглядят. И когда вы их растираете, они очень хорошо фиксируются на коже. Они не пачкаются. Подходят для жирных век в том числе. Какие тени практически идентичны. Вы видели их недавно в моем ролике. Тени от Belle. Серия Hippolyrgenic. А в номере... В номере 01. Давайте попробуем, и вы сами убедитесь. Ну, во-первых, их уже видно в коробочке, да, что они очень похожи. Они выглядят чуть более светлые. Когда вы их разносите, они очень и очень становятся похожи на On On Bronze. Мерцающие такие, да, и те, и другие, они, конечно же, при растушевке ни разницы практически никакой не имеют. То есть, вот такой аналог за 180 уже рублей. Color Tattoo от Maybelline. Это, ну, в районе 400 в некоторых магазинах стоимость их. То есть, совершенно бюджетный аналог. И третий продукт. Вы будете удивлены, но да, есть еще третий вариант. Очень похожий на все эти два. Golden Rose. Тени. I should not cry on waterproof. Вот такие. Вот в карандашике. В них уже меньше шиммера. Но, опять же, при растушевочке они даже больше похожи на Maybelline, чем вот эти средние. Белль. В общем и целом, при растушевке все эти три продукта дают практически идентичный вариант. Карандаш от Dior в номере 463. Rose Candy серия Contour Levers Eyeliner. Он какой-то немножечко в камере, я так вижу, сейчас меняется. Малиново-кирпичный какой-то такой интересный цвет, необычный. Красиво очень смотрится на губах, если заполнить полностью все губы, потом нанести какой-то просто блеск. Ну, в общем-то, вероятно, для этого кисточка к нему и добавлена для того, чтобы просто увлажнять. Он матовый абсолютно, и он такой немножко все-таки сушащий тоже губки. Если вы планировали приобрести вот такие вот карандашики от Dior, то вы совершенно смело можете брать его полную почти копию. Карандаш от Golden Rose Dream Lip Liner в номере 506. Фактически они очень похожи, просто Dior сейчас смотрится чуть темнее в связи с тем, что он уже подсыхает, да, он просто уже срок годности у него вышел. Но он был точно такого же цвета, поверьте мне, вот он был вот именно вот того цвета, который изображен на его упаковочке. Кто любит очень Dior, вот конкретно эти карандашки, то есть серию с кисточками, но по какой-то причине, может быть, не может себе сейчас это позволить или хочет как-то сэкономить или хочет познакомиться с новым чем-то, с новой косметикой, я бы очень советовала вам попробовать Golden Rose. Ну и по цене, конечно, это даже сложно представить себе, наверное, в 10, 12, в 15 раз дешевле. Так, друзья, ну и опять же Dior, им, собственно, я и хотела бы завершить этот ролик. Знаменитые блески, вот Dior вот с такой пимпочкой красивой, этот 856 номер, блеск вот с такой вот кисточкой, кстати говоря, не очень удобной кисточкой. Он имеет яркий, но вместе с тем как бы прозрачный, как вы видите, да, вот такой вот финиш, если его чуть-чуть вот так растушевать, получается просто тинт. То есть это не яркий блеск. Чем можно заменить этот дорогостоящий продукт? Ну, в общем, стоимость ни для кого не секрет, Dior довольно высокая. Блеск от Divash. Вот такой вот прекрасный продукт они создали. Это российская компания, наверное, вы уже знаете. Ваниль и Gloss, который имеет практически идентичный финиш. Глянцево-прозрачные. Так что, если вы хотели приобрести Dior из-за вот такой вот глянцевой, красивой прозрачности, нежного тинта на губах, вы можете смело приобретать Divash. Получите тот же самый результат. Подберите себе по тону. Ну, а стоимость, ну, в 5-6-7 раз точно меньше стоимость Divash. Что ж, друзья, спасибо большое, что вы были со мной. Обязательно жду ваши отзывы. Если видео вам понравилось, отметьте это, пожалуйста, значком пальчиком вверх, так я буду ориентироваться, какие именно видео, на какие темы вам нравятся больше. Желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!